Дорогие гости, дорогие друзья! Сегодня знаменательный день в истории братских отношений Кыргызстана и Азербайджана. Сегодня открывается памятник великому сыну кыргызского народа Чингизу Айтматову. Уверен, что это будет еще одним символом нашей дружбы, нашего братства и нашего единства. Чингиза Айтматов – всемирно известный писатель, великий сын кыргызского народа, который на протяжении своей жизни достойно представлял свой народ и в рамках Советского Союза, и в мировом масштабе. В Азербайджане любили его творчество и уважали его как человека за его активную гражданскую позицию, национальный дух и верность своим корням. Я вспоминаю, недодолго до его кончины он посещал Азербайджан, и я имел возможность с ним встретиться и провести долгую беседу по многим вопросам. В тот день я его наградил высоким орденом Азербайджанского государства, орденом до слух, в знак уважения и в знак признания его заслуг в деле укрепления наших отношений. Он всегда был на стороне справедливости. И не случайно он не только как писатель, но и как общественный деятель завоевал большое уважение и на пространстве бывшего СССР, и в мировом масштабе. И память о нем, конечно же, живет в сердце кыргызского народа и всех братских народов. Будучи в Кыргызстане с государственным визитом, я посетил его могилу и отдал дань уважения азербайджанского народа в его памяти. Знаменательно, что памятник открывается в рамках государственного визита президента Кыргызстана. Сегодня мы провели очень плодотворные и очень важные переговоры по многим вопросам. В том числе по вопросам гуманитарного сотрудничества. Как вы знаете, в эти дни в Баку проходят Дни культуры Кыргызстана. И символично, что именно в рамках таких торжественных мероприятий и государственного визита на одной из центральных улиц города Баку, улицы Азадлых, мы сегодня участвуем в этом мероприятии. Я хотел бы поздравить азербайджанский и кыргызский народ с этим знаменательным событием. Памятник Чингизаит Матова Баку будет символизировать наше единство, нашу дружбу, наше братство. И также хотел бы сказать, уверен, что весь тюркский мир гордится своим достойным представителем. И единственное, естественно, все мы сожалеем, что он ушел из жизни слишком рано. И ничто это не предвещало. Я уже сказал, что я встречался с ним в Баку незадолго до его кончины, буквально за несколько месяцев. И, как всегда, был полон энергии, хорошо выглядел, рассказывал о своих планах. Это был 2008 год, но я это помню так, как будто бы это было вчера. Еще раз поздравляю всех нас. Еще раз говорю слова «Добро пожаловать, Хошки Альмиседис», уважаемый господин президент. И уверен, что дружба и братство Кыргызстана, Азербайджана, наших народов будет вечной. Спасибо. Спасибо. Уважаемый Ильхом Гейдарович, уважаемые друзья, сегодня мы собрались в прекрасном городе Баку, чтобы отметить важное событие – открытие памятника выдающемуся кыргызскому писателю и сыну всего чуркского народа, который своим талантом и глубоким пониманием человеческой души пролил свет на наш мир. От имени народа Кыргызстана выражаю благодарность президенту Азербайджана, уважаемому Ильхому Гейдаровичу Алиеву, за его трепетное отношение к нашей стране и Чингезу Айтматову. Этот памятник является выражением уважения и признания творческого наследия Чингеза Айтматова. Уважаемый Ильхом Гейдарович, дорогие друзья, отрадно, что азербайджанская сторона уделяет большое внимание культурным связям между нашими странами. Это крайне важно с точки зрения сближения народов. Увыковичивание памяти Чингеза Айтматова является знаковым событием в наших отношениях. Мы знаем, что Чингеза Айтматов был большим другом Азербайджана и особое внимание хотелось бы уделить его дружбе с общенациональным лидером азербайджанского народа Гейдаром Алиевым. Их отношения были уникальными и прочными. Обе личности оставили свой неизгладимых след в истории. Гейдар Алиев высоко ценил его как писателя и как интеллигентную личность. Он говорил, что Чингеза Айтматов, подаривший замечательные произведения сокровищнице мировой литературы, является гордостью как Кыргызстана, так и всего тюркского мира. Уважаемый Ильхам Гейдарович, ценим также ваш личный вклад в проведение на высоком уровне юбилеев Чингеза Айтматова в Братском Азербайджане. Согласно вашему указу, Чингеза Айтматов был первым удостоен высоким орденом дружбы 25 февраля 2008 года. Чингез Турекулыч был не просто писатель. Он был истинным гением слова, чьи произведения проникают в самые глубины души, заставляя нас задуматься над смыслом жизни, любви, человеческой судьбы. Его произведения, такие как «Джамиля», «Белый пароход», не только поражают своей красотой и мудростью, но и вызывают у нас восторг и восхищение перед великим творческим даром. Установка данного памятника в Баку – это символ глубокой связи между братскими народами Кыргызстана и Азербайджана. Это подтверждение того, что творчество Чингеза Айтматова объединяет нас всех в едином стремлении к красоте, мудрости и гармонии. Представляются важным, чтобы молодое поколение знало и понимало истории взаимоотношений наших стран, роль исторических личностей, лидеров, которые предопределили нынешний уровень сотрудничества между Кыргызской республикой и Азербайджанской республикой. В контексте двусторонних отношений хотел бы отметить, что первый визит президента Азербайджана в Кыргызстан был совершен в 1995 году Гейдаром Алиевым на празднование тысячелетнего юбилея эпоса «Манас». Тогда он произнес сакральные слова «Мы чувствуем и понимаем друг друга сердцем». Этой короткой, но весьма трогательной и искренней фразой он имел в виду то, что Кыргызстан и Азербайджан являются действительно братскими народами. Памятник, который мы открываем сегодня, станет местом, где каждый сможет соприкоснуться с великим писателем, почтить его память и вдохновиться его творчеством. Пусть он будет напоминанием о величии человеческого духа и силе слова. Позвольте мне выразить глубокую признательность всем, кто вложил свою энергию, талант и ресурсы в создание этого памятника. Пусть он станет символом нашего единства и вечной привязанности к ценностям, которые Ченгаз Айтматов так прекрасно отражал в своем творчестве. Еще раз хочу выразить искреннюю благодарность азербайджанской стороне и пожелать братскому азербайджанскому народу мира, счастья и благополучия. Благодарю за внимание. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. 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 Спасибо.